В Рио губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полпреде президента в ПФО. Встреча прошла в Пензе. Главной темой стала экономика. Меры по ее стимулированию главы регионов округа обсуждали с министром финансов страны Антоном Силуановым. Подробности у Алены Алешиной. Экономика регионов по Волжье одна из главных тем заседания. Участники Совета обсудили меры по ее стимулированию. Подробно говорили о том, как повысить эффективность институтов развития, оптимизировать бюджетные расходы и увеличить налоговый потенциал. Заседание открыл полпред президента в ПФО Михаил Бабич. После приветствия он познакомил участников Совета с вступившими в должность новыми главами регионов. Повестка заседания меры по стимулированию экономики. Среди проблемных моментов нехватка ресурсов для наращивания экономического потенциала при росте расходов на социалку. Так, ликвидация второй смены в школах увеличила расходы на строительство и ремонт учебных заведений в шесть раз. За два года в округе введено 19 новых школ, это почти 14 тысяч учащихся. Трижды увеличился минимальный размер оплаты труда. В два раза расходы регионов на программы обязательного медицинского страхования. С будущего года в соответствии с майскими указами президента увеличатся зарплаты отдельным группам населения. Все это необходимо учесть при верстке бюджетов, напомнил министр финансов страны Антон Силуанов. Главный финансовый документ, по его словам, должен быть реалистичным. Хотел бы обратиться к вам с просьбой, еще раз внимательнее отнестись к подготовке проектов бюджетов на 2017-2020 год. С тем, чтобы у нас не было каких-либо таких воздушных замков и воздушных бюджетов. С тем, чтобы обязательства, которые закладывались, в первую очередь в социальной сфере, были обеспечены реальными финансовыми возможностями. К концу года текущего министерство финансов заключит с каждым субъектом Российской Федерации, который изъявит желание пойти на реструктуризацию. Это дело добровольное. Поэтому обращаюсь к вам, коллеги, с тем, чтобы не затягивали с этим вопросом, готовили предложение и обращались в министерство финансов. Значительно пополнить местную казну могут неналоговые поступления, такие как плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы за нарушение ПДД и нарушение закона пожарной безопасности, отметил полпредпрезидентов ПФО. Закрепление за местными бюджетами нормативов отчислений от налоговых источников является одним из эффективных инструментов, мотивирующих к экономическому развитию регионов. Но аналогичное право по закреплению за муниципалитетами неналоговых источников отсутствует, что снижает эффективность деятельности в районах местного самоправления по увеличению поступления таких доходов. Предоставление регионов правопередачи этих доходных источников позволило бы решить проблемы наполняемости местных бюджетов и будет стимулировать развитие территории. Много говорили на заседании и о росте частных инвестиций. Здесь важную роль играют особые экономические зоны и территория опережающего развития. В ПФО сейчас работают две сотни таких инвестиционных центров. Чтобы бизнесу было комфортно, планируют снижать ставки по кредитам на развитие производства, продлят мораторий на налог на движимое имущество. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект по инвестиционной льготе. Планируется, что субъекты будут самостоятельно определять ее составляющие. Продолжит реализацию фонд развития промышленности и практика специнвестконтрактов. На заседании Совета ПФО был высказан целый ряд предложений, которые могут стать драйверами экономики округа, отметил в Рио губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Меня очень порадовало, что здесь сегодня не было бравурных отчетов. Здесь был профессиональный разговор о проблемных точках. И целый ряд вопросов возникли сегодня и к Министерству финансов, и в том числе к проекту бюджета, который внесен. Я рассчитываю, что первое обсуждение бюджета состоится уже в понедельник в Верхней Палате Федерального Собрания в Совете Федерации. И наши предложения губернаторского корпуса, которые прозвучали здесь, сегодня будут учтены все-таки. Самарская область демонстрирует уверенный рост экономики, причем сразу в нескольких отраслях. Локомотивами стали внешняя торговля, промышленность и сельское хозяйство. По-прежнему основа экономики региона нефтехимический комплекс. Сегодня это более 40% объема промышленного производства и почти половина налоговых поступлений в региональную казну. Хорошие результаты показало жилищное строительство. По нему Самара один из лидеров в стране. Впрочем, еще много вопросов, над которыми предстоит работать. В отчете, который готовил губернатор Пензенской области по всему федеральному округу, не раз звучала и самарская область. К сожалению, звучало в основном в ключе, что мы отстаем по целому ряду показателей. Обращает внимание, конечно, индекс промышленного производства и благополучия граждан. Мы еще не достигли уровня даже 2013 года. Есть значительные снижения. На эти проблемные вопросы мы должны обратить внимание в первую очередь в своей работе. Все возможности влиять на развитие конкретных секторов экономики, развивать инновационные технологии, поддерживать малый и средний бизнес у региона есть. Алена Лешина, Сергей Павлов, Новости губернии, Пенза.